Причины столь печальной статистики не только и даже не столько в непрофессионализме молодых водителей. В ГИБДД отмечают, что в погоне за прибылью автошколы забывают о качестве обучения. Даже для примера, возьмем одна из автошкол у нас, предоставила две группы, которые отучились у нее в течение двух месяцев, 60 человек. Даже из математических расчетов видно, что невозможно качественно за это время обучить столько количества народу. Регламент сдачи экзамена не меняется уже 15 лет. В ГИБДД по-прежнему строго следует букве закона. Особенно во второй, практической части экзамена. Анна Чагина, например, сегодня будет второй раз сдавать город. Не получился разворот на перекрестке. Ну, только не нервничать, наверное. В первую очередь, не нервничать, не переживать. Собраться. С такими же мыслями за руль уже села вчерашний курсант Юлия Копылина. Для девушки это будет третья попытка. Сегодня у нас есть эксклюзивная возможность посмотреть, как сдается практическая часть экзамена по городу. Все, давайте начнем экзамен. Фамилия, имя, отчество, вслух скажите. Если готовы, начинаем движение. Едем прямо. Обвинить экзаменатора в том, что он валит на экзамене, как это некоторые пытаются делать, теперь просто невозможно. Процесс сдачи полностью фиксирует видеорегистратор. Камеры снимают с четырех точек. Все ходы записаны. Прямо скажем, водителю Юлии повезло не самым лучшим образом. Сложные погодные условия, наверное, осложняют сдачу экзамена. Выберем перекресток для разворота, развернемся и поедем в обратном направлении. Именно на этом испытании в последнее время часто срезаются курсанты. Возможно, это связано с тем, что в автошколах этому элементу не уделяют должного внимания. С этим элементом справилась? С этим элементом кандидат-водитель справилась. Как и со всеми остальными, по регламенту экзамен продолжается не менее 20 минут. За это время Юлия идеально проехала центральный перекресток. Не нарушила правила дорожного движения, за рулем вела себя уверенно. Место для остановки выбирайте. Экзамен прошел практически идеально. А это значит дело за малым. Забрать права, купить машину. Тем, кто долгое время не может сдать экзамен, а рекордсменам в Соликамске сдают по 5-7 лет, Юля советует одно. Требования сотрудников ГИБДД к будущим водителям может и становиться жестче, но обвинять их вне объективности не берутся даже сотрудники автошкол. А вот что касается резкого роста числа ДТП с участием водителей, только-только получивших права, то здесь ответ не очевиден. Даже так прямо ты не скажешь. Все равно водители, которые задают только на права в течение, допустим, полугода, они ездят достаточно более аккуратно, чем уже впоследствии. Потому что набирается опыт, набирается, так сказать, грубо говоря, наглость, и из-за этого происходит. Да и статистика не даст соврать теорию, и первый этап практики с первого раза сдают от 80 до 90% курсантов. А вот городскую часть экзамена из 10 кандидатов выдерживают только 1-2. Чтобы снизить негативную статистику по ДТП с молодыми водителями, в ГИБДД готовы еще жестче принимать экзамен.